7 минусов жизни в Таиланде Привет, друзья! Сегодня мы решили сделать немножко такой серьезный выпуск Называться он будет 7 минусов жизни в Таиланде Просто потому, что правда накипела И что бы вы ни думали, что жизнь в Таиланде это ежедневное лежание на морюшке И попивание смузи Говорят, два загорелых человека в кадре Да, на самом деле это нифига не так Если вы переезжаете жить и работать в Таиланд То есть мы не говорим про зимовку, а именно на постоянное место жительства То есть ПМЖ Поверьте, вы будете пропадать на работе Все то же самое, что в вашем городе, только в Таиланде И находиться рядом с морем, и нифига на него не ходить Ну, ходить, но очень редко В принципе, отличий будет достаточно мало Единственное, ту самую работу, на которую вы будете ходить Еще, естественно, нужно будет найти Но это уже другой вопрос Давай пойдем прям по списку, а у нас есть список Короче, 7 минусов жизни в Таиланде, на наш взгляд Минус номер раз Это бюрократия и ужесточение визового режима Если вы не тот самый турист, который приезжает на 2 недели, на 3 недели Пусть даже на 90 дней раз в год То у вас возникают серьезные проблемы с этими визами Потому что сейчас людей, которые здесь живут в Таиланде По году, по студенческим визам или несколько туристических виз подряд На границе просто разворачивают Это в лучшем случае В худшем случае пару дней они проводят за решеточкой А это, поверьте, не самое приятное местопрепровождение Это не тюрьма, это просто пункт временного содержания Те, кто проживают в Таиланде не по настоящим рабочим визам И не по настоящим учебным визам То есть я сейчас не имею в виду визы от языковых школ Это вот как раз те самые, по которым людей не пускают А виза действительно от настоящих университетов Когда вы действительно учитесь Вот если у вас не 2 этих визы То становится жить гораздо сложнее Это я не беру еще в расчет Опекунские визы, там, естественно, своя история Ну и в принципе бюрократия здесь, конечно, очень развита Принесите копию, заверенную нотариусу Которая является копией из копии Заверенная у нотариуса нотариуса Хотя здесь бюрократия гораздо лайтовее, чем у нас в России Минус номер 2 – это медицина в Таиланде Она очень-очень дорогая Не всегда качественная и дорогая Система медицины здесь похожа на американскую То есть если вы придете в дорогой госпиталь С вас будут сдувать пылинки И при входе вы думаете, я в госпиталь зашел или в отель То есть в качестве, в плане сервиса все довольно-таки хорошо В плане самой медицины, ну, так себе Мне нужно было сделать рентген ребра Я искал более или менее недорогую, ну и недешевую Ходил я, это было в Бангкоке Ходил я в Бангкок госпиталь Что мне нужно было? Посетить врача Он дает направление Сделать сам рентген И потом врач будет, ну, типа, расшифрует этот рентген И скажет, все хорошо или все плохо Хотя я и сам могу это увидеть Но все равно Два раза посетить врача При входе и выходе вам придется Заплатил я за это Что-то порядка 4 тысяч бат Это около 8 тысяч рублей Рентген Второй пример Недавно сдавал кровь на щитовидную железу Короче, проверка щитовидной железы Тысяча шестьсот бат Это три двести рублей Пожалуйста Вы доположь Пункт номер три Качество образования Именно в международных школах Я, естественно, не беру тайские школы Там вообще своя песня По мне, так, уровень образования Не слишком высокий При капец, какой высокой стоимость Этого самого образования К примеру, одна из самых популярных школ На Пхукете Средняя стоимость годового обучения Составляет порядка Пятиста-пятидесяти тысяч бат За одного ребенка Если у вас есть второй ребенок Соответственно, вы платите практически лям И это еще без вступительных взносов Который вам не возвращается В случае, если ваш ребенок не поступает А к пятому классу Они ожидают, что ваше чадо Будет иметь макбук И даже дают вам какую-то а-ля скидку На покупку этого самого макбука Причем элементарно Если выпускника, наверное, этой школы Спросить, знаешь ли ты что-то Про катастрофу в Чернобыле Или, я не знаю, где находится Что, какая страна Любая просто Италия Италия или Болгария На тебя, наверное, будут смотреть Хлопать глазками И вообще не понимать Что происходит Кстати, что касается образования Мы планируем сделать Пару-тройку выпусков Мы будем выходить на улицу Задавать людям вопросы Ну, где находится Испания Что вы знаете о России Кто президент России Ну, то есть какие-то вот такие вопросы И будем смотреть, как они будут отвечать Я думаю, будет очень смешно Следующий пункт Мой любимый пункт Это тайский собай Любимый он в кавычках Меня просто добивает это Если вам нужно сделать что-то очень быстро Можете не рассчитывать Это быстро не будет Потому что пока покушаем Пока подумаем о еде Пока еще что-то Пока дойдет дело до вас Будет очень долго Я не говорю сейчас о Там, пойти заплатить в воду Да, все это быстро Я говорю, если вы сталкиваетесь В какие-то рабочие моменты Очень-очень-очень все долго И с этим встречаешься не только на работе Ну, в принципе, в повседневной жизни Тайцы не заморачиваются В самом Таиланде практически отсутствует Какая-либо конкуренция Вот у них такой уклад жизни Поэтому, когда что-то приходится Что-то делать Что-то показать, что ты молодец Все, там ступор И можно вообще уходить домой И это очень сильно напрягает Наверняка сейчас вы можете сказать Напрягает, бери и уезжай Но раз мы еще здесь живем Значит, напрягает не настолько сильно И просто делимся с вами О минусах жизни в Таиланде Кстати, если вам известно что-то еще Что вас конкретно, тебя напрягает В Тае Пиши, а возможно даже в твоей стране В которой ты живешь Напиши в комментариях, что напрягает Будет очень интересно почитать Еще один из пунктов, которые Ну, не скажу, что напрягают Но, наверное, когда долгое время живешь В Таиланде Это становится так Как-то уже достает Это вечная жара Первый год ты прям кайфуешь У тебя жаришка Море, солнце, пляж и все дела Но потом со временем Это правда начинает надоедать И тело само по себе Устает в этой жаре То есть оно постоянно пытается Как-то, видимо, себя охладить И поэтому даже если ты целый день Ничего не делаешь Тебя потом к вечеру Достаточно нехило так рубит И я уж не говорю Когда ты вообще работаешь Где-то на улице На открытом воздухе Плюс все-таки Какое-то вечно однообразие Шорты, маек тоже начинает Не то, что напрягать Но ты просто скучаешь По каким-то там вещам Вот мы были недавно в России И я с таким С такой грустью, с тоской Смотрела там на пальто В магазине Думала, эх Надеть бы сейчас, да некуда Да, на самом деле Охота менять гардероб Что-то длинное Что-то короткое Но не получается Опять-таки Кому-то это нравится Нам уже потихонечку Это начинает надоедать Следующий пункт Это то, что касается еды Если вы любитель Покушать где-то вне дома Если тайская еда То да, все нормально Будет дешево обходиться Если европейская еда Она достаточно дорогая Например, я Мы пятый год живем в Таиланде И я все еще не привык Есть тайскую еду Ну, не нравится она мне Я ем европейскую еду И это Очень Дорогое удовольствие И на это уходит Львиная доля Нашего семейного бюджета Да Да даже в магазинах Чтобы вы понимали Взять салат Сомта В нетуристическом месте Можно приобрести 35-40 бат То есть это 70-80 рублей То, допустим, салат Цезарь Обычные листья Цезарь и немного курицы Будет стоить Хороший салатик Будет стоить То есть 200-220 бат Это 400-440 рублей Так что Если вы решили Переезжать в Таиланд Пробуйте тайскую еду И учитесь ее есть Не берите пример с меня Следующий пункт Это английский язык Мы практически в каждом видео В котором рассказываем Про переезд в Таиланд Всегда говорим, что Ребята, обязательно нужен язык Язык, язык, язык Язык и правда нужен Но, например, у меня Достаточно высокий уровень английского Я работаю с иностранцами Я разговариваю на английском Практически большую часть дня Но тот уровень английского С которым я сюда приехала Здесь-то, в принципе Если ты не работаешь с иностранцами Он и нафиг никому не нужен Потому что все заканчивается Выражениями Что you, me, money, food Все, как бы, достаточно И еще есть уже такой вариант английского Как Thai English Это смесь тайского и английского Это... То есть тайцы Сейчас, к примеру Тайцы не выговаривают всех букв И, допустим Фруц Это фрукты Тайцы будут произносить Фруст То есть Фруц И фруст И таких примеров Их куча Когда они Excuse me А, икьюми Кисьми И много еще каких вариантов И самое страшное Что, когда ты произносишь слово правильно Например, ты говоришь Departure Отправление То тайцы на тебя смотрят Говорят Это типа чё И ты говоришь им Дипа чё А я говорю Ааа Дипа чё И ты думаешь Твою мать Школа средняя С английским уклоном Бешеные деньги На репетиторы ЕГЭ по-английскому Куда было Зачем Когда здесь Дипа чё Роджи И кисьми Вместо excuse me У меня уровень английского Ниже, чем у Лины И Получается так Что, когда Лина Пытается Начинать с ними Говорить правильно И я вижу то, что Понимания нет Я говорю Так, давай уберём Вспомогательные глаголы Она убирает их Смотрю Реакция не меняется Я говорю Давай уберём временные показатели Просто Просто говори слова Просто present simple Всегда Всегда И всё И всё срабатывает Но это не всегда И это не везде Всё, что касается Отельной сферы Те, кто стоят на стойках Те, кто Беллманы Консьержи Они знают английский В хороших ресторанах В хороших заведениях Они тоже знают английский И бонусом Я вспомнил Ещё один минус Он у нас не записан Это Отсутствие смекалки Допустим Пример Вы пришли в ресторан У вас аллергия Или в кафешку У вас аллергия на лук Вот так случилось Аллергия на лук Вы говорите В этом блюде есть лук Вам говорят Да Вы говорите Вы не кладите этот лук И всё Вероятность того Что вам туда лук Не положат Равна Процентам 30-40 Нет Даже вам могут Не положить Лук Именно в то блюдо Про которое вы попросили А например Они могут Просто не сообразить Что в супе Которую вы тоже Заказали Тоже есть мелко Нашинкованный лук И будет конфуз Ну да То есть это какие-то Вот эта несообразительность Второй день Мы пробуем Такую фишку У нас есть на парковках Ladies parking То есть парковка Только для женщин Для женщин за рулём За женщин Да За рулём Я приезжаю Там стоит охранник Или охранница Они мне показывают My eye То есть нельзя Мы останавливаемся Я говорю окей Я выхожу из руля Садится Лина Я пересажусь На пассажирское сидение И они просто Начинают реально Улыбаться И показывают Типа круто Молодцы Как вы это придумали Вообще И мы спокойно Проезжаем Как бы Таких тоже нюансов Те кто приезжал В Таиланд Те кто жили в Таиланде Или живёт в Таиланде Они об этих фишечках Все знают Ну Не то что поменяться Нужно А вот Вот эти Перечень Которые мы называем Итого у нас получилось Не 7 минусов А 8 Целых 8 минусов Проживания в Таиланде Я хочу раз Ещё раз Да Хочу ещё раз Подчеркнуть Что это исключительно На наш взгляд Для кого-то Все эти минусы Он их может Не замечать Нам кажется Что это так И к тебе Лично к тебе Ещё Большая просьба Опустись вниз Напиши в комментариях Что тебе не нравится В твоей стране Если ты был в Таиланде То напиши про Таиланд Мы будем Очень рады Почитать И возможно В следующем выпуске Мы что-то добавим А ещё Особо нам будет интересно Почитать мнение людей Которые также Переехали из России Живут в каких-то других странах Давайте делитесь Что у вас там за геморрой Будем сравнивать И мерить с геморройчиками Я пожалуй Не в вашей компашке Мерить с геморройчиками Вот такой у нас получился Друзья Небольшой Но на наш На мой взгляд Информативный выпуск С вас Лайк Естественно Share Что на русском означает Поделись С ближним Про комментарии Я уже Много раз говорил Ну и естественно Нажимай на колокольчик Чтобы не пропускать Наши следующие видео А мы пошли Накидывать плюсы Чтобы записать для вас Следующий ролик Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok